приветствую вас уважаемые друзья и коллеги по хобби сегодня хочу поделиться с вами одним интересным замысловатым рецептом копчения сала коптить буду дома на кухне коптильня у меня с гидрозатвором если кого интересует видео по коптильне у меня есть на канале в чем интересный рецепт копчения сала тем что я буду его просто обкуривать придавать ему копченый запах и чтобы оно получилось именно не вареным а просто со вкусом копчения то есть как сало холодного копчения для этого нам понадобится щепа вишневая и 3 вот таких вот кусочка сала сало специально заранее просолена она слабосоленая и специально заморожена укладываю его на решетку коптильни но перед тем как уложить на решетку коптильни я его заверну в марлю завернул брусочки сала в марлю для чего я это делаю друзья ответ очень простой марли защищает сам продукт от всяких вредных элементов которые выделяются при тлении в дыму и вот мы этим марлей ограждаем от вредных веществ продукт также сделал таких две вот за кладушечки с опилками опилки не не вымачивал чисто сухие и в чем еще секрет секрет в том что я буду зажигать конфорку сначала одну примерно раз в час то есть вижу что дым пошел пошел процесс тления я сразу конфорку выключаю потом часа через четыре начинаю включать другую комфорту и пока дымок увидел выключил увидел выключил раз в час примерно буду я так вот обкуривать сало 8 часов а потом посмотрим что получил опилки примерно распределяю там где у меня находятся газовые горелки как видите коптильни уже больше полтора года она внутри еще у меня довольно чистое также ставлю поднос для сбора жира на него опять же вкладываю фольгу чтобы поднос оставался чисто берегем нашу коптильню и она нам прослужит много намного дольше теперь укладываем решетку салом и начинаем коптить залил гермозатвор воду трубку выкинул форточку и теперь зажег конфорку жду пока не появится дымок главное в этом деле не нагревать сильно коптильню только пошел дым сразу же выключить после того как прошло 8 часов достаем с коптильни сало как видите марля приобрела желтоватый вид убираю на полчасика в холодильник у нас получаются такие вот замечательные кусочки с очень ароматным аппетитным запахом надеюсь и вкус у них будет такой же как и запах смотрите как это аппетитно и вкусно выглядит теперь берем дощечку кусочек бородинского хлеба у нас уже подготовлен можно сало положить морозилку она была более твердая и теперь друзья пробую что хочу сказать от сала холодного копчения ничем не отличается просто супер рецепт рекомендую попробовать главное друзья не забывайте выключать сразу коптильню после того как пойдет дымок из трубки на этом друзья заканчиваю всех благ вам и вашим близким до новых встреч